ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ На этой неделе стало известно, что семья бывшего президента Югославии Слободана Милошевича намерена вернуться к расследованию обстоятельств его странной смерти. Больше пяти лет назад, в марте 2006-го, Милошевич скоропостижно скончался в гаагской тюрьме Свенинген, в которой содержится обвиняемый гаагским трибуналом, побывший Югославию. ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ Гааги не является привлечением к ответственности кого-то конкретно. Цель – трибунал как таковой. Все заключенные гааги сидят под следствием по многу-многу лет. Многие умирают в тюрьмах от болезней, кончают с собой, иногда непонятно, как и почему гибнут. Их процессы затягиваются на 5, 10, 13 лет просто потому, что когда их арестовывают, против них ничего нет, нет обвинений. И все это время после их задержания тратится как раз на то, чтобы скомпилировать и сочинить эти обвинения. Отсюда и такие задержки. И на пороки или под залог их не выпускают, даже если они умирают. Милошевич умер от инфаркта – это неоспоримый факт. Спорным и подлежащим расследованию и сейчас, спустя столько лет, остается то, что же тогда привело к этому инфаркту. В руках у Маргариты Шумилиной папка с надписью «Милошевич». Это история болезни или, если хотите, хроника умерщвления, составленная ей за те несколько месяцев, которые оставались президенту-узнику после их знакомства в гаагской тюрьме. Очень усталый, очень усталый пожилой человек, измученный просто. Доктор медицинских наук Маргарита Шумилина осенью 2005 года была привлечена в качестве эксперта для оценки состояния здоровья Слободана Милошевича. Еще до встречи с ним, на базе вот этих результатов магнитно-резонансной томографии, она поставила ему очень серьезный диагноз, который затем, после личного обследования, подтвердила вот в этом заключении, предоставленном ей гаагскому трибуналу. Здесь черным по белому написано, что отсутствие должного лечения закончится катастрофой. А вот подшитое к делу заключение гаагских эскулапов. Все перечисленные симптомы соответствуют возрасту обвиняемого и не представляют проблем. Кроме того, среди документов в папке оригинальный список лекарств, которые принимал Милошевич. Этот список был написан тюремным врачом. По словам Маргариты Шумилиной, прием этих лекарств должен был улучшить состояние больного, но этого не происходило. И что самое странное, в анализах Милошевича не обнаружено продуктов распада этих препаратов, словно он вообще их не принимал. То есть у него уже тогда при жизни были опасения, связанные с тем, что его травят, или что почему он все время настаивал на русских докторах? Нет, ну понимаете, любой разумный человек, понимая, если его лечит, а ему становится только хуже, да, совершенно ясно, что лечение не помогает. А если лечение не помогает при таком приеме огромного количества препаратов, это значит что? Недоверие, по крайней мере, должно вызывать, правильно? Как известно, в лечении в России, о котором Милошевич просил трибунал, ему было отказано, несмотря на гарантии российского правительства и известного на весь мир кардиохирурга Вакерия, который настаивал на том, что непродолжительное, но квалифицированное лечение Милошевича поставит его на ноги. За три дня до смерти, после ознакомления с результатами собственных анализов, Милошевич из тюрьмы пишет вот это письмо в российский МИД. В этих строчках последняя надежда на спасение. В ходе суда велась злонамеренная кампания против моего здоровья, пишет он. В моей крови было обнаружено очень сильное лекарство, которого я никогда не принимал. Смысл сводился к тому, что в лечении в России ему отказали, опасаясь, что русские специалисты при первом же обследовании найдут в его организме следы того, что в Гааге хотели бы скрыть. Рифамепицин – антибиотик, которым, среди прочего, лечат проказу. Побочное действие препарат снижает эффективность лекарств, прописанных Милошевичу гаагскими же врачами. Из доступных мне документов неясно, проводилось ли хоть какое-нибудь расследование среди персонала трибунала и охраны тюрьмы, чтобы понять, кто, почему и когда дал ему рифамепицин, а также почему не была оказана помощь непосредственно на месте, когда его обнаружили утром. Почему тело перевезли в морг только спустя 8 часов после смерти? Положение дело таково, что какими бы ни были успехи канадских юристов, реальное расследование в отношении гаагского трибунала возможно лишь в том случае, если оно будет санкционировано Советом Безопасности ООН. Кроме Совбеза, не вполне законно создавшего трибунал в далеком 93-м, над гаагским правосудием никто не властен. Россия давно выражает сомнения в эффективности и прозрачности трибунала, однако понимая, что требования о его закрытии обречено на вето в Совете Безопасности, пока оставляет этот вопрос открытым. В условиях, когда работа трибунала затягивалась, мы неоднократно ставили вопрос о том, что надо разобраться, почему он так долго работает. Это очень дорогостоящий механизм, его стоимость в пик его деятельности превышала 200 миллионов долларов в год. И не пора ли, как бы, честь знать, подвести черту под работу международного трибунала по бывшей Югославии. Гагский трибунал должен был завершить свою неоднозначную деятельность еще в прошлом году. Сейчас его мандат продлен до 2014-го. Оставшегося времени при наличии политической воли еще хватит для того, чтобы получить ответы на многие вопросы. Почему лечение Милошевича привело к его смерти? Почему след на шее главного свидетеля по делу Милошевича, лидера хорватских сербов Милана Бабича, заметно уже ремня, на котором он якобы удавился в своей камере? Как вышло так, что вот уже девятый год глава сербских радикалов Ваислав Шешель сидит в тюрьме в ожидании суда? Кто сдавал имена защищенных свидетелей обвинения против албанских головорезов их убийцам? И, наконец, почему генерал Миладич, выданный трибуналу этим летом, ложась в тюремную больницу с диагнозом воспаления легких, на всякий случай исповедуется и причащается? Евгений Баранов, Борис Кольцов, Сергей Чевелло. Воскресное время.